С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Эпидемиологическая обстановка в Ненинском округе по заболеваемости COVID-19 усугубляется. Стоит ли ждать ужесточения ограничительных мер и когда это произойдет, расскажем сегодня. За чей счет будут ликвидировать экологический ущерб, нанесенный арктическому поселку Амдерма? Ненинскому округу порекомендовали обратиться в Министерство обороны. Дважды в день автобусы Наринмарского АТП, осуществляющие перевозки пассажиров на городских маршрутах, подвергаются дезинфекции. Водители и кондуктора используют средства индивидуальной защиты. Население, в свою очередь, пренебрегает мерами безопасности. Любимец публики Медведь Миша, набрав охапку сена и лапника, отправился в зимнюю спячку. Она продлится следующие 4-5 месяцев. Пожелали Мишке сладких снов сотрудники заповедника Ненинский и наша съемочная группа. И в начале выпуска информация об эпид-обстановке в регионе. В местном Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по заболеваемости коронавирусом складывается неблагоприятным образом. Так, только за прошедшие сутки в Ненинском округе выявлено 6 подтвержденных случаев COVID-19. В настоящее время мы начали фиксировать уже распространение коронавируса на территории города Наринмара, искателей и наших населенных пунктов. Потому что ограничительные мероприятия, как вы знаете, были сняты, но при этом в постановлении губернатора было сказано о том, что ношение масок в настоящее время должно быть обязательным. И есть озвученные места общего пользования, где наши граждане обязательно должны находиться в масках. К сожалению, мы видим, что постановление губернатора на данный момент на территории нашего округа не исполняется, и наши граждане крайне неохотно носят маски. Но я бы хотела сказать, что когда вот эта ситуация вся начиналась, мы тоже были с вами в этот момент. И весной как раз-таки наши граждане понимали, насколько ситуация может быть неблагополучной. И очень ответственно тогда подошли к этому. И действительно, наши граждане в большей степени носили эти маски. И мы понимаем, что это та мера, которая также приводит к уменьшению заболеваемости среди населения. Напомню, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого округа, ношение масок обязательно в местах массового скопления людей, таких как объекты торговли, медицинские учреждения и аптеки, общественный транспорт, в том числе автобусы и такси. Мне бы очень хотелось, чтобы наши граждане поняли, что ситуация действительно сейчас очень неблагополучна. И приняли прежде всего к себе все меры, те профилактики, которые нам знакомы. И защитили и себя, и своих близких от коронавирусной инфекции. Потому что чем больше ее будет в нашем округе, мы должны понимать, концентрация вируса будет накапливаться. И мы будем получать тяжелые формы средней тяжести, формы коронавирусной инфекции. Наши граждане будут госпитализироваться в стационар, что, конечно, очень не хотелось бы. Добавлю, в Ненецком округе с начала пандемии зарегистрировано 349 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 329 человек полностью излечились от заболевания. Трое скончались от основных заболеваний в период лечения от коронавируса. Напомню, масочный режим должен соблюдаться не только при посещении общественных мест, но и при проезде в автобусах. Однако большинство пассажиров общественного транспорта предпочитают маски не надевать. Как считают на Рьенмарском автотранспортном предприятии, несмотря на то, что обработка салонов проводится два раза в день, не стоит пренебрегать средствами защиты. Каждую кнопочку. Прежде чем выйти в рейс, каждый автобус проходит обработку дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором. Проводится обработка поручней, сидений, окон и места водителя. Два раза в день обрабатывается то рецептом, всякими дезинфекциями, обрабатываются поручни, ручки, два раза в день обязательно. Один автобус. Заезжает средство транспортное у нас ВТП, мы проводим обязательную дезинфекцию, обязательно он уезжает, следующий автобус заезжает, и вот так вот у нас такой поток. Проводить обработку общественного транспорта два раза в день было решено после того, как у одного из водителей автобуса была выявлена коронавирусная инфекция. Автобусы у нас и ранее обрабатывались, в общем-то мы даже старались в пик пандемии, так сказать, обрабатывали их практически каждый час. Здесь на конечной у нас морском порту и в искателях дежурные уборщики. То есть как только в свободное время у водителя появлялось, они обрабатывали поручни, места, где более там пассажиры держатся за ручки и все прочее. Несмотря на рекомендации, надевать защитные маски во время проезда в общественном транспорте в основном соблюдают меры предосторожности пассажиры старшего возраста. Ну я в Москве езжу. Себя тоже считаю. В Москве, наверное, надо. Столько народу ездит, да все всякие ездят. И чихают, и все. Я думаю, надо обязательно в автобусе. Я и не собираюсь не делать. Я не очень сильно верю. Вот и все. Это мое личное мнение. Ежедневно автобусы Нарьенмарского автотранспортного предприятия совершают почти 200 рейсов и перевозят более 7 тысяч человек. Организация призывает своих пассажиров пользоваться средствами индивидуальной защиты, тем самым обезопасить себя и окружающих. То, как относятся пассажиры к своему здоровью, оставляет желать лучшего. Потому что большинство, хотя в СМИ сейчас уже есть информация, что есть заболевшие у нас, но 90% из всех пассажиров – это все без масок ездят. Поэтому очень бы хотелось, чтобы люди относились как-то с пониманием и обезопасили не только себя, но и окружающих. Масочный режим обязателен для кондукторов и водителей пазов. Для водителей-лиазов, которые работают в изолированном от салона пространстве, ношение маски носит рекомендательный характер. Автобус, у водителя которого была подтверждена коронавирусная инфекция, обработан, но пока не выходит на маршрут. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». За дополнительными средствами на ликвидацию накопленного экологического ущерба в арктическом поселке Амдерма власти Ненецкого округа намерены обратиться в Министерство обороны Российской Федерации. Обсуждение Амдерминских проблем состоялось в ходе заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В совещании принял участие спикер законодательного собрания Ненецкого округа Александр Лутовинов. По словам Александра Лутовинова, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готово выделить дополнительные средства на эти мероприятия, но только в соотношении 68 на 32% из федерального и регионального бюджетов соответственно. Этого, по мнению депутата, недостаточно, поскольку в окружном бюджете таких денег нет. В связи с этим было предложено привлечь к обсуждению проблемы Министерства обороны. Предложение относится к трудно реализуемым, но это правильная позиция, убирает тот, кто нанес ущерб. В любом случае потребуются дополнительные согласования, после чего этот вопрос будет передан на рассмотрение Комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. На ликвидацию накопленного экологического ущерба в Амдерме потребуется более 3 миллиардов рублей. Согласно проекту проведения работ, который был разработан в 2019 году специалистами Государственного океанографического института имени Зубова, потребуется снести жилые постройки и административные здания, поднять и утилизировать суда, затонувшие в акватории поселка, провести полную рекультивацию территории поселка, где ранее располагался авиационный полк. Традиционный конкурс на звание народного участкового стартовал еще 11 сентября по всей России. В настоящее время к нему могут подключиться и жители Ненецкого округа, выбрав лучшего из трех претендентов. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который на его взгляд наиболее полно отвечает званию участкового, уполномоченного полиции и проголосовать за него. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов граждан, набранных по итогам онлайн-голосования. В период времени с 7 октября по 16 октября 2020 года жители округа могут принять участие в онлайн-голосовании на сайте управления и выбрать лучшего участкового. Более подробную информацию о каждом претенденте можно узнать на сайте управления. В связи с этим сотрудники управления приглашают граждан принять самое активное участие в голосовании. Заключительный конкурс состоится в ноябре 2020 года. Лучших участковых выберут непосредственно те, чьи покоя не охраняют – жители Ненецкого округа. Конкурс «Народные участковые» – это пример открытого партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. В преддверии дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялась торжественная церемония награждения сотрудников окружных профильных предприятий. С праздником работников и ветеранов агропромышленного комплекса Ненецкого округа поздравили заместитель губернатора региона Евгения Шимко, вице-спикер собрания депутатов Ненецкого округа Матвей Чупров и глава Заполярного района Виктор Ильин. Для Ненецкого округа сельское хозяйство – один из ключевых элементов успешного развития региона. А ваш нелегкий труд – это основа благополучия и процветания нашей северной земли. Каждый из вас отдает своей работе много сил и энергии, вкладывая в него частичку своей души. Все это ради того, чтобы ежедневно обеспечивать северян высококачественной продукцией. Почетными грамотами удостоились сотрудники всех звеньев Акционерного общества Месопродукты, СПК Харп, СПК Индига и Акционерного общества Ненецкая агропромышленная компания. Сегодня замечательный повод для того, чтобы поблагодарить людей, стараниями которых обеспечивается продовольственная безопасность нашего региона. Несмотря на непростые условия арктические, вы работаете в сровом климате. Сельское хозяйство Заполярного окрая продолжает радовать земляков широким ассортиментом качественной и экологической продукции. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 1999 года и отмечается ежегодно во 2 воскресенье октября. В Ненецком округе открылась фотовыставка «Учителя в Великой Отечественной войне». Фотовыставка приурочена ко Всемирному дню Учителя и 75-летию Великой Победы. Она посвящена подвигу учителей. В Великой Отечественной войне организована в рамках международного проекта «Большая история». Организаторы – Общественная молодежная палата при региональном парламенте и Общественная молодежная палата при Совете городского округа, город Нарьенмар. В фотовыставке «Учителя в Великой Отечественной войне» представлены биографии педагогов, которые оставили школьные классы и ушли на фронт сражаться за Родину. История подвига запечатлена в фотографиях учителей, которые трудились в школах Нарьенмара, Великовисочного и Тельвиске, а также в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. В поисковом составлении биографии занимались ребята с Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов. Также ребята подключились с Молодежной палаты при Городском совете города Нарьенмара и совместно с учителями истории и детьми школ. Ребята очень активно включились в этот проект. Было интересно узнать об учителях школы, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Фотовыставка продлится до 10 октября в городских школах номер 1, 2, 4 в Ненецкой средней школе имени Антона Пырерки. Также экспозиции открыты в школах Великовисочного, Тельвиске и поселке Искателей. Поэзия и проза. Представители молодого поколения Нарьенмара стали финалистами литературного семинара, который проводился в рамках всероссийских беловских чтений. По итогам отборочного турнира они вошли в топ-10 молодых литераторов. Мне снилось море, лазурное море, где берег песчаный ласкает волны, где ветер душевно поёт на просторе, где местность свободы и жизни полна. Первые, пусть и неуклюжие рифмы, Октябрина Овчинникова стала складывать ещё в 11-летнем возрасте. Сейчас восьмиклассница уже уверенно записывает свои мысли в оформленные строчки. Её стихотворение оценили и организаторы литературного семинара в рамках всероссийских беловских чтений. Поэзия для меня это, скорее всего, просто как выражать свои мысли, потому что я всю жизнь это делала на листе бумаги с кисточкой в руках. И теперь я развиваюсь так со словами. И поэзия для меня это, скорее всего, больше увлечения. А вот Александр Вокуев в прозе, как в своей стихии. Мечтая стать писателем с юности, он выбрал профессию журналиста. Развивая навыки, писал очерки, рассказы. Для него это неотъемлемая часть жизни. С самого детства очень много читаю. Вот сколько я помню, всегда читал. И для меня литература – это основа моего мировоззрения. То есть у меня весь мир, он вертится вокруг литературы, и всё основано на этом. И для меня заниматься литературой – это что-то естественное, как я не знаю, как есть и как пить. И о самовыражении я, честно сказать, мало задумываюсь. Хотя я потом понимаю, уже после того, как я сделаю, что я себя самовыражаю, но это не самоцель. Просто для меня литература – это как какой-то священный храм. Сейчас на базе этнокультурного центра занимаются три возрастные группы прозаиков и поэтов. Народное литературное объединение «Заполярье», студия молодых литераторов и детско-юношеская группа «Шиповник». Дело в том, что у нас в стране сейчас очень активно развивается молодёжное литературное движение. Оно поощряется. И во многих городах проводятся вот такие литературные семинары молодых авторов, чтобы пополнить ряды литераторов именно молодёжью. И к этому прикладываются разные усилия. Эти семинары, они дают огромный опыт ребятам, потому что там их обучают, на них обучают известные поэты, писатели, авторы, которые делятся своим опытом, вот для них бесплатно, и, в общем-то, самыми тайными, скажем, мастерствах. В связи с большим количеством заявок на участие, перед семинаром проходит отбор, который наши ребята достойно преодолели. Сейчас они с нетерпением ждут возможности получить неоценимый опыт от старших наставников. Литературное творчество, оно ведь, на мой взгляд, одно из самых доступных видов творчества. Ты взял ручку, карандаш, и ты можешь выразить смысл на бумаге. И у каждого человека есть, как минимум, замечательный один сюжет – это твоя собственная, своя автобиография. То, что, например, не каждый возьмет краски и инструмент, чтобы сыграть музыкальные произведения. Поэтому литературное творчество будет всегда. Наринмарского медведя Мишу проводили в зимнюю спячку. Из-за отмены массовых мероприятий традиционный праздник перешел в онлайн-режим. Сладких снов Миша пожелала и наша съемочная группа. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. История медведя Миши началась еще в 1992 году. Именно тогда кослапого беспомощного потеряшку привезли в Наринмар из леса. Медвежонок рос и не раз менял место жительства, пока его не приютили в заповеднике Немецкий. Вот уже 8 лет, ставший совсем взрослым, медведь находится под опекой сотрудников заповедника. Медведь наш известная личность. К нему очень много уходит людей. Ну, собственно говоря, для этого мы и делаем праздник. Говорим о том, что медведь уже готовится к спячке, и ему уже пора спать. Поэтому контролировать мы не можем, но желательно всех предупреждаем, что не кормить самим. Лучше оставить здесь, и человек, который приходит, за ним ухаживает, он сам уже рассчитает ему порцию, чтобы не перекармливать медведя. Какие-то есть продукты, которые ему нельзя. Например, сгущенку мы стараемся не давать ему часто, хотя многие думают, что сгущенка – это любимое лакомство. На самом деле потом у медведя после этого переедания болит живот. Поэтому лучше просим оставлять все у клетки. Наш сотрудник придет и обязательно все ему передаст. 28-летний Михаил любит овощи и фрукты. Все продукты в железных банках лучше оставлять перед клеткой, чтобы специалист открыл и порционно выдавал медведю. За здоровьем Миши тщательно следят и в экстренных ситуациях обращаются к ветеринарам. Ведь при правильном уходе медведь может жить до 50 лет. У нас тут была чистка клетки, полностью дезинфицировали. Приезжали с местной ветклиники, помогали нам все дезинфицировать и обрабатывали глаза медведю, что-то там у него типа конъюнктивита выскочило. Косолапый любимец местных жителей вовсю готовится к зимней спячке. Сотрудники заповедника Ненецкий к этому времени каждый год устраивают праздник «Скажи Миши сладких снов». Однако в этом году мероприятие из-за ограничительных мер перешло в режим онлайн. Целую неделю на официальной странице заповедника проводились квесты, викторины и даже флешмоб, приуроченные к этому событию. За уходом в зимнюю спячку проследили сотрудники заповедника. Набрав охапку сены и лапника, Косолапый ушел спать на следующие 4-5 месяцев. Вот осенью мы провожаем медведя спать в спячку, но так как у нас сейчас такая обстановка, когда нам все знают, что массовые мероприятия запрещены, мы это делаем онлайн. Но в любом случае оповестить местных жителей о том, что Мишка ложится спать, и при том, что этот праздник уже известный, нас постоянно спрашивают, будут, не будут, а Мишке, а можно еще прийти, там еще посмотреть перед зимней спячкой. Ну решили, что это будет онлайн, все это на наших страницах в соцсетях ВКонтакте. Каждый день мы в течение всей недели выкладывали какие-то викторины, квесты, флешмобы. Очень активно присоединились к нам, особенно наши фанаты, нашего медведя. То есть, в принципе, так, прошло все хорошо. Медведь Миша находится под опекой заповедника Ненецкий со 2 октября 2012 года. Именно тогда бурого медведя переселили в стометровый вольерный комплекс на территории заповедника. Наталья Дуркина, Антон Бодряков, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.